Я рад вести эту, чрезвычайно важную, с моей точки зрения, секцию. Дело в том, что синтез – это главный вызов современности. По управнику, технология давно готова принять графен, и давно уже получены очень хорошие параметры графеновых приборов. Не хватает только высококачественных графеновых слоев или структур. Первый доклад с очень интересным названием «Чистая углеродная электроника. Доказаны варианты». Сделает доктор физмат-наук профессор Голобров Петр Иванович. Спасибо оргкомитету за приглашение сделать доклад о том, особенно для Павловича Гурберу, что они решили с председателями сделать этот доклад устным. Сегодня я постараюсь, не как всегда раньше, не буду хулиганить, не буду, Борис Владимирович, песни. Сегодня я буду вам рассказывать про алмазный колобок. Собираться не надо, потому что Витя Жерудов, к сожалению, с Ольгой Шендеровым назвали нано-алмазовый. Все, что от баха до фейер-баха, все, что 100 нанометров. Оказывается, первое конденсированное состояние, как раз оно не менее интересное, чем графен. Соответственно, вот, по сути дела, о чем я буду говорить. DC – это даймонд компас трехмерный, а CD – кубик даймонд, кубический алмаз. То есть я буду сейчас, ну, как бы, в свое понимание растолковывать. Dead spin – это топологический спин, тамовский спин. И диполик – это вещество, которое было введено лично много раз, создаёт из шаров, где в центре шара находится сильный дипольный момент. И все свойства такого диполика определяются только диполь-дипольных взаимодействий. Вот. Значит, эта схема недавно в Chemical Review была. И вы здесь видите, что фактически упорядочены по разберности структуры нано-аллотропов. А здесь как раз не нарисованы аллотропы углерода, а другой размерности. Теперь я сейчас хочу особо посчитать, и особенно для председателя нашей конференции, для профессора Африца, что я буду говорить не только об электронике. Потому что в алмазном колокольчике основное – это спинтроник, это перенос спина. А затем использование микрофлюидики для стыковки с электроникой – это достаточно серьезный вариант перспектив будущего. Значит, и так как вот это вы ПТМ, я рассказывал в Морозову презентацию, и фактически я посвящаю в первую очередь свой доклад действительно нашим друзьям, которые открыли меру «Глаза на графе». И вот такая вот интересная, Феофат Грек цитирует книгу «Глазиаста», говорил, что в суть каждой вещи проникнешь, коли точно наличешь хирюк. И вот это вот первое конденсированное состояние алмаза, которое я называю алмазным колоколом, или трехмерным алмазным компасом, про него сегодня пойдет и речь. Значит, здесь фамилии людей, но вы можете, так сказать, на сайте, который вначале я показал. Итак, план всего моего доклада, времена года, я не успел поместиться, но это сейчас не важно. И фактически введение, весна, как всегда, все досядает расти, я специально буду останавливаться на одной вещи, которую уже все забыли, а фактически понимание моего, в моем понимании алмазного колокола, рождалось вместе с пониманием графена и его электронных состояний. Соответственно, лето – это маленькая жизнь, поэтому Юрию будет посвящено больше всего времени. И по поводу блеска и щиты алмаза, композитор, который фактически... Павду рассказывает, что... Итак, план раздела весна. По поводу графенового прорыва, он вам уже воскомину набил, поэтому я не буду говорить о том, что фактически Андрей Константинович Геев в своей Нобелевской лекции рассказывал. Вот. И вы должны четко понимать, что фактически ребята получили, и Андрей Константинович, и Константин Сергеевич, новоселов, получили Нобелевскую премию за то, что они эту проблему точно зафиксировали. Потому что на самом деле зонную структуру в 1947 году была на рассчитанную. Теперь, с точки зрения системы, в которой алмазный колобок проявляет себя на полную силу, это фактически отсутствие эффекта холла в полупроводниковой системе из алмаза и пироуглерода. Вот. Графеновый прорыв, так сказать, в водичке уже обрыв всем, но обращаю ваше внимание, что фактически алмазные сюрпризы многие позадували, а фактически на самом деле в 2004 году было показано, что при очень низких температурах алмаз является сильным кандидатом для ВТСП. Более того, таково сказал, что есть в нем достаточно много относительно перспективный материал. Соответственно, вот эти вещи опубликованы. Давайте прорыв... Ну, я даже не останавливаюсь, здесь просто потрясающий момент такой, что... Обращаю ваше внимание, что кроме... В одном и том же номере, которому 10 лет... Ну, там Nature была, Nature физик 10 лет существует. Фактически, вот работы, которые были с разностью, вот только у Кости и Жанга, меньше недели разница публикации. Но статистики стоят рядышков, подачи в журнал. Итак, это, так сказать, Вольды и собственные, по-моему, не где-то встречал. Тонкий, сильный, живой углеродный нанослой. Это фактически статья Акхана. Я показываю, я специально брал самое начало, то есть, когда я следил, мне надо было разобраться с пероуглеродом вокруг алмазного колобка, в полноборняковой системе. И поэтому, конечно же, я отслеживал с самого начала. И, конечно, я плантовое сопротивление, понимание и попытка разобраться в нем. Тут открою небольшую, ну, это секрет по Лишинели, на самом деле. Хотя, Андрей Константинович, понимая, сказал Косте так, Костя, блин, не будет никогда уже больше ни одной новомерской премии за следопроводимость, поэтому ищи чего-нибудь. Костя нашел мой обзор 2003 года, как раз в 2004 году, когда вышла работа. В то время очень тяжело было к Несе доступать. Я говорю, Костя, пришлите мне тогда вот эту работу. Он тебя прислал. И так наша дружба началась в 2008 году. Я уже предсказан на новомерскую премию. Но она, до сих пор, задержалась. Теперь, соответственно, докладчик, который сегодня не приехал, но он должен был рассказывать вещь, которую пока долго еще никто не понимает. Почему два слоя графена дают массу, уже фермион у вас приобретает массу? Это вопрос темный на самом деле. подождем, чем будет дальше. Итак, переходим к самому ярому моменту весны. Здесь у вас, конечно, не албаз, не колобок. Все работы, я почему-то время убрал, здесь все работы, сделанные мной и моим боссом. Вот, в конце будет благодарность. А что же, вообще говоря, с эффектом кола в алмазе, имеется в виду, в алмазном колобке. И когда показывается, что на самом деле, вот тут я, а вот указочка здесь, вот тут я и нарисовал вам самую суть, в том плане, что в алмазном колобке поляризация, это и есть токи Паули нарисованные, то есть у вас поляризация двух спинов проходит по всей частице, это коллективный эффект. Причем дальше я вам покажу вам, что на самом деле, почему никто не допер до этого? А очень просто, разделяли перемены, а здесь они принципиально не разделяются. Вот. Ну, соответственно, когда весь вот все-таки написано, я говорю, что в каком материале? Да, конечно, есть это композит алмаза, графана и пору. Снова у нас колобок в ветвях. Красивая картинка. Теперь, начиная, речь о чем? А как это все-таки начиналось? Я бы прощал, а потом, я скажу, почему алмаз еще у Демокрита. Но самые главные вещи, которые позволили теоретически показать, вот, сказочка, это действительно кривые виллорсо, вот это первая работа. Соответственно, Феликс Хаусдорф ввел размерностные меры, которыми я стал пользоваться с 65-го года. Включаю, включаю взаимодействие. И вот работы, в которых на самом деле топологический паравагнитизм Евгений Игоревич там ввел, вводит, видите, годик какой. Уже попозже была эта работа, а потом уже Хейтс Хофф, который ввел отображение трехмерной сферы до двумерной. Значит, дальше мне следующее, очень важный момент, я сейчас не буду, если будут вопросы, и потом буду пояснять, быстро этот слайд ее прояснишь, а долгое время у меня нету, поэтому обращаю ваше внимание, что именно Андрей Николаевич Калмогоров ввел понятие меры по вере. И фактически и бесконечное вырождение основного состояния были нам и показаны на примере кубической решетки, а потом, соответственно, вот этот результат, дальше график картинка будет, я покажу. Теперь, очень удивительный момент, что фактически проблема 13 шаров в диполике решается уникальным образом, то есть диполь, дипольное взаимодействие сжимает 12 шаров микассайдер и не пускает внутрь в 13-й шаг. Очередная вещь, потом, когда, потом, дальше, что будет. И вот здесь, фактически, я хочу обратить ваше внимание, что Паша Ригман, Поляков, Зеложинский, это выдающиеся теоретики мира, они фактически топологические параблитики, видите, когда вели? Все забыли про это, тут сейчас народ суетиться, но реально это рождение. Диполик, рождение связано с этим годом. Дело в том, что мы считали с августа Галловичем, цехом, он спец по юнифункции многих коллекций переменных, что достаточно тривиальный результат, но мы получили точное решение Солитона Хопфа, которое мне так не удалось найти, но это не важно. Главное, что тривиальный результат работы 18-го года. Леша Китаева не то, как говорят, я люблю это слово там сделали, но где Леша не достал трехмерный компас? По одной плестной причине, под давлением двухмерного ажиотажа вокруг графина. Дальше я пропускаю, ну, собственно, это я уже сказал. На постере вот этот будет, так сказать, момент очень аккуратно отражен, что до рождения топологических изоляторов, конечно, не этот год, а 2000 фактически затертый начала прошлого века. Ну, это там можно будет обсудить. Вот. Эти слайды как раз показывают профессор Рейберн, он где-то подбывали, там, хороший венеслиник. Они вот сейчас играются, потому что появились эти семьи, гиполики уже реально появились, и играются, и вот начинается вот эта вот игрушка, которая была, ну, когда я посылаю свои работы 83-го года они маленько удивляются, но потом начинается диалог. Вот они еще кубическая решетка. На примере этой решетки я хотел показать, что гиполик переходит, действительно, это вот как раз объяснение, почему алмаз из тетраэдра достаточно пористый, потому что от тетраэдрического подолазного упаковка всего 0,33 объема, переходит в кубическую решетку. Это химприво мне, но вопросы буду отвечать, пояснять. А это наши результаты. Очень важный момент, который говорит о том, что введение детраэдрического параметра порядка, это вещь, которая является параметром порядка и кубического гиполика, и алмазного компаса, и колобка, соответственно, и кубического алмаза, и даже воды. Не надо удивляться. и как параметром порядка, он ассоциируется естественным образом с SP3, хотя сам алмазный колобок имеет собственное квантовое состояние. Вот, этот результат, это единственный в мире результат по проблеме многих тел, который результат точный, говорит о том, что если у вас вот такие диски имеют бесконечный размер, то у вас надо решить какой же компактификации находится эта система. Если она у вас вторическая, то действительно на Торе от 10-20 числа вагнады до бесконечности появится точка пересечения, когда у вас направление стрелок вдоль Тора и поперек Тора становится выгодным. Теперь, но если у вас проективно, то фактически в ней щель останется на всю оставшуюся жизнь. Сейчас не будем поединять. Итак, модель спина Дамовского топологического это лихо по салетон. Это точное решение. Здесь нету разделения переменных. Почему? Очень много и до сих пор теоретики все время делают. Группа вращений у 1 и потом трансляцию. Нельзя разделить эту систему на трансляции и на вращение. Она зацеплена. А вот этот раз как получается вот они. Это велоруссо в 1842 в 1848 году. разрезал тормоз так. У вас получается вот один кривый велоруссо. Но на самом деле это крутости. а уже позже маленько Финроуз вел как раз картинку получил. То есть это как раз и есть алмазный компас как вот это я специально привел из самых последних работ вот у Несидова и Бринка классный обзор он притритель лежал уже два года с 13 года. Но опять ребята не то что вот это жаргон будут эмоции пошли что очень но это несколько тупят почему потому что все время расклад видите что делают все равно двумерную систему расклад не мог отключиться от графена вот ни в какую и рисует себе и рисует вот дальше а вот на самом деле что происходит фактически эта картинка которую вот может рождение топологических изоляторов но к стенде увидеть почему я говорю что там на самом деле ввел потому что эта вещь очень непопытная вот на вопросы и теперь переход о двумерном компасах трех первому практически пока никто не сделал но я вам покажу несколько слайдов что вот вот рядом топчется то есть почему я решил эти вещи уже не зажимать хотя в журналах уже и лежат эти статьи поэтому я не вискую сейчас уже девчон и поэтому приходим к самому ярдому явлению лета то есть на самом деле интереснейшему размер был эффект от двух до пяти когда у вас реально алмазный компас поколобок существует и он выгодит это первое дозировать состояние и дырочки от пяти до двадцати когда еще не родилось кристаллическое поле алмаза и соответственно блеск нищету алмазного колотка и переход кубический алмаз туда-сюда это пожалуй загадка часть которая приоткрылась она на самом деле не мне она приоткрылась демокриту я уже не покажете когда минут десять до конца останется руку поднимите потому что я тогда быстренько пробегусь и не важно вот с чего все началось с демокрита понимаете он не только этого придумал он придумал крючочки и кольца а лукреции уже в своей книге о природе вещей написал это цитата из лукреции она есть у меня на латыни на английском но здесь конечно я решил на русском написать чтобы вы увидели что тут петя ничего не врет значит и соответственно кто раньше меня слушал здесь я вижу ребят которые с самого начала я всегда доказывал что вот этот человек который сделал и вел квазичастицы но ни одной блин квазичастицы нет имени вот я предлагаю этот спин называть комоном ну например если прямым другом соответственно закрепиться дальше я повторяю фактически что было сказано уже у меня было теперь очень важны вот это вот окно термодинамической стабильности амазных колобков оно идет видите сколько от тысячи ну там тысячи реально до 25 тысяч атомов и что тут такое почему вдруг эта система оказалась такой любопытной да потому что там ядерных спинов самой маленькой 12 то есть они за счет дипольных сил образуют и касается который направлен противоположному сторону вот этого единого спина потому что слитолков полимит один спин общий хотя внутри образующие кривые которые зацепляются все со всеми их может быть очень много я думаю кто-то может быть борис ладим помнится когда ребята помнят когда я выступал эмоционально говорю мужики представляете 60 тысяч электронов и один неспаренный вот я как раз показываю почему неспаренный ну а здесь конечно вот молодой коллега все спрашивают ну это что реально ну конечно это утверждение которое я говорил оно сначала кажется никто это не может быть а потом это будет тривиально на самом деле я чечен период что никакой с по2 пазы нету на поверхности фактически у вас так сказать там фактически есть графа который владимир двоич кузнецов переводит потом луковичный слой вот он первый это сделал теперь дальше так сказать фактически мы говорим что перестают всегда висей на любой поверхности алмазом опять у нас головок выдержали и теперь давайте так сказать и опять таки я почему эту работу не хотят цитировать не замечают хотя здесь впервые было сделано фактически нано-дифракция алмазных колоколов здесь несколько частиц и потом там много всяких рассказиков было разговорчиков это уже фактически алмазный колоколов графами или так сказать первом углероде говоря честным нормальным языком вот теперь здесь я как раз еще хочу показать вы понимаете что происходит кубическом алмазе вот здесь все время идет работа обсуждения на л-0 на л-0 фактически на длинноволновых колебаниях проходящих через сцены зоны брюлера а в алмазовом колоколовке там дырка там нету ничего поэтому я этот взял этот кембринском ежедес писать я специально эти кружочки поговорю вот это как раз есть те самые дырочки никакой зоны структуры не будет как правильно уже подходят люди которые с этим разбирают потрясаю потрясающая вещь сколько какие атомной поверхности и даже появится в состоянии потому что функциональные группы можно любить самое интересное что отсутствует насыщение то есть мы микроволны пускаем до 5 били ватт а и все равно никакого послой не получается потому что вы сами знаете на любой структуре где из углерода чуть-чуть мощность повысь поднимается в широкий такой подслой всегда вы пыли дальше но у нас результаты подтвердились здесь и очень так сказать этот еще под вопросов потому что мы сейчас они будут вопросы работа тоже 2001 года где по алмазным колобкам послойно через один on stream были слои и было показано что вот этот вот вещь при предпит он характерен только для голубков больше никому не характерен спасибо дальше идем вот эта штучка зря конечно статьи 2003 года не расписал здесь между прочим 6060 это не фуллерия это эрман там а если кто соображает и быстро может посчитать что если у вас c40 то водородов будет больше чем соответственно углеродов если будет уже c66 водородов будет чуть меньше это любопытнейшая . но это тем не менее не колобок вот теперь дальше уже по 5-7 минут отлично спасибо и тогда у всех погреб быстрее это мы опускаем это у нас сейчас башаров я как раз за обедом пытал это как раз к слову но это и могу не сказать потому что фактически это мы опровергли предположение и даже так серьезные зла и мора выдавалась братье предположения баки даймон все это обсуждали но мы сразу с помощью алексей петрович сказал мне да ведь это фигня всего того что если бы там был на поверхности поле лет то или что-то похожее то же спектр выдавал его а так не дает лет там ничего скорее ты прав и опять там возле колобок и делаем выводы по разделу лето фактически природа топологический пропагнитизм и сама природа алмазного колодка моничка проясняется и вот тут я еще скажу эти говорят про питается в это все ванги да все ванги разные теперь я фактически вот этот часть всего летнюю часть фактически переходя к осени которая платит не по капли очень платит платит полные меры и замечены этапы и за верность и за веру и соответственно именно там в обзору фаре даже есть на русском языке говорит о том что дали для так работы надо думать как вы конец и соответственно этих работ я чуть покажу вот работа смесь это как раз показывается сейчас эту кнопочку это как раз показывается вот эти токи да не могут люди уйти от разделения переменных рисуются дал эти трубки а это неправильно потому что все вот эти штуки зацепляются друг за друга попарно а один спинка полосит возникает в этой системе дальше это тоже показываю но ребята ну почти сказали опять выполнять собственно вот она двумя и располагает надо располагать ну и здесь я проводу вам специально показывать это считается все считает а никто не хочет про воду сказать что вода 1 очень дипольная жидкость потому что ее постоянно электрический момент но я про воду сегодня не собирался но вот эта работа вон гуси который называет она опять-таки фрустрировали в отпуске изолятора я говорю да слушай друг ты же почти нарисовал то о чем я говорю то есть посмотрите да вот и все нарисовал вот эти вот траектории внутри алмазного колотка вот это красавица я говорю о следующем пять минут или меньше должна быть значит фактически фаза фаза вот она рисована потом могу рассказать это экспериментальные вещи это работа уже опубликованы поэтому я говорю соответственно полупроводник обязательно вспомним когда я припер за себя в процессу двуреческого он видал газу за полупроводник у тебя а что полупроводник из алмазных головков и пероуглерода у нас полупроводникова вот эта штука у нас соответственно пойти полупроводника и главное что весь оптическая зона которая сводится к нулевой на самом деле в воду рамана я сейчас не обсуждаю самый главный магнитный момент до одного именно грамм то есть мы можем намагничивать и это намагничивается не железо примечное потому что у нас три девятки углеродов вот это делик гелькометрия я сейчас вывод там для меня понятен и переходим к земле ну да молодцы себя хвалить не будем и самые важные которые благодарности так как порткометрия ну как случайно конечно получилось все три тезиса у нас без благодарности а вы все должны благодарить и кланяться поэтому я благодарю всех и самое главное благодарю академии наук россии в сссеровские времена благодарю за этот грант и за средства гранта российского фонда последний слайд сейчас мой фактически мой босс который шел за другие миры он практически помогал мне делать себе фотографии которые сопровождали презентацию но мне как раз и всегда говорил что молчание это сформулировать